Привет, мои дорогие зрители! С вами Элла Австралия. Я сейчас нахожусь через дорогу от Сиднейского аэропорта. Здесь очень шумно, очень большой трафик. Я сейчас на мосту. Сзади у меня наш аэропорт. Я только когда начала вести канал, это было уже сколько? По-моему, 4 года назад я здесь была. Так что, возможно, будет немножко шумно. Ой, батюшки! Ой, слушайте! Сейчас я вам что-то скажу. Ребят, я смотрю в телефон, а не смотрю сюда. Посмотрела вниз, у меня закружилась голова. Ядрит твою за ногу, а? Чё ж это я? Инвалид какой-то. Я поднимусь на полметра, у меня уже голова кружится. А вот это вот проходит, это взлётная полоса. Вот она. Там самолёты приземляются и также вылетают тоже с той стороны. И там дальше обрывается и начинается залив. И когда самолёт летит на посадку, вы сперва летите над водой и потом прилуняетесь сюда. Сейчас я маску с лица стащила, то, что людей рядом нет. Потому что такое люди могут и замечания сделать. Мы на лодочке катались, золотисто-золотой. А не гребли, а целовались, не качай, брат, головой. В лесу, говорят, в бару, говорят, растёт, говорят, сосёночка. Кто? Кто? Кто мне, слушайте, критикуют, ребят, что я песни пою, пою и буду петь? Вы знаете, у меня многие-то понятия не имеют. Больше 15 лет у меня порвались голосовые связки. И поэтому сейчас хочу петь, а у меня вырываются вообще там какие-то страшные звуки, а оно всё равно поётся. Ну вот что поделаешь. Душа поёт, а сердце плачет. Ну так, вот здесь уже не так страшно с моста смотреть. А вообще я бы хотела пройти туда, там, знаете, ну это, наверное, далеко, далеко будет. Вот, сейчас вам, смотрите, вот там, через, тут, ой, как мост трясётся, господи. Через ту дырку видно сития. Из, из-под моста. Там очень, вы знаете, я пройду вот за этот угол, ну ладно, сейчас посмотрим, потому что там очень интересно у нас, знаете, как туннель, и прямо над туннелем проходит взлётная полоса, и вы въезжаете в туннель, а там может быть самолёт наверху. Ну я вот не знаю, это сейчас тут далеко, наверное, не увидишь. Ну что-то я иду, иду. На машине-то быстро. Вот видите, вот там туннель начинается, и как раз вот даже видно самолёт стоит. Получается, на машине 30 секунд, а пешком что-то хвостики от самолётов. Ой, ой, ребята, не видать туннеля, как собственных ушей, я хочу сказать. Видите что? Всё. Вот он, вот там начинается, но уже... Ну а чё делать-то? А куда же мне пройти? Всё понятно. А я сейчас обману. А я сейчас сделаю вот так. Здесь можно пролезть? Твою дивизию ноги бы не сломать. Ой! Господи, меня сейчас полиция тут не остановит, а? Ой, куда меня занесло? Ой, ребята, звездец! Зараза, туннеля всё равно не видно. Всё понятно. Это, наверное, так специально сделали. Ой! Чтобы там, как вам сказать... О, господи, сейчас я... Чтобы там на взлётной полосе что-нибудь кто-нибудь не накосорезил. Ну вот, показала. Показала я вам туннель. А мне теперь надо возвращаться на другую сторону. В общем, зазря сходила, называется. Прости, господи. Ну, надо бежать отсюда. Чтобы ещё не... Нет, ну здесь такого нету, что нельзя вести съёмку. Ну, вот туда-то не перейдёшь. Видите, прямо через сетку уже стоят самолёты. А вообще, конечно, я вам хочу сказать, совсем не весело. Неизвестно, когда мы сможем куда полететь. Хотя, в экстренных случаях они разрешают. Но это нужно доказательство. Или у тебя больной родственник, что там за ним надо смотреть. Или по медицинским показаниям. То, что в Австралии, если эту услугу не могут тебе оказать, тогда они тебя выпустят. А что тут не смогут оказать? Да, они смогут оказать услугу. Поставить, допустим, импланты смогут. Но сколько это будет стоить? Да минимум один имплант будет стоить пять тысяч долларов. Так что вот здесь, видите, это Кукс Рива. Слушайте, а я вот думаю, вы знаете, мне надо перебежать на другую сторону. А вообще здесь, наверное, нельзя перебегать. Как же мне туда перейти? Всё, перебежала. Да, ребят, это сейчас так называется. Элла бежит. Бегу один километр в час. Я хотела туда попасть. Ну а как здесь? Там, наверное, тоже машинам, возможно, въезд запрещен. Хотя вот здесь вот, я знаю, обычно сидят рыбаки. Ну-ка посмотрим, может быть... Может быть, можно здесь кто-нибудь дорожку протоптал. Ой, как насвинячили. О-о-о. О-о-о. Нет, это... Это по молодости я бы тут на попе скатилась, а теперь нет. Ребята, ура! Смотрите, что я нашла. Ну вот. Опять же. Первый раз в жизни моя нога здесь вступает. Первый раз. Слушайте, а здесь можно ходить или нет, а? Твою дивизию. А то сейчас... Ну, если что, я скажу, делала зарядку и заблудилась. Твою дивизию. Вот зашугали, а? Вот ведь зашугали. Вот это наша австралийская компания Квантос. Квантос Спирит Уфа Австралия. Ой, как я хочу... Ой, как я хочу сесть в самолётик и уже через 20 часов оказаться в Алма-Ате. Что-то тут пишут. Предосторежение. Секьюрити. Что-то не видно мне издалека. Ой, ребята, короче, пошла-ка я отсюда. Пять тысяч долларов. Максимум. А тут десять тысяч долларов. Что, для чего, короче, не буду разбираться. Всё. Посмотрели. А то потом придётся... Я вот думаю, смотрите, а ну нету денег, да? А нету денег. А нечем платить 10 тысяч долларов. Ну, тогда они в тюрьму, наверное, ставят или как. Хрен его знает. Эти законы непонятные. Вообще, куда я попала? Ой, батюшки мои. В общем, такие дела. В Австралии, я вам скажу, никуда не вылетишь. Никуда. Но народ ещё как-то умудряется. Какие-то собирают справки. И я вот знаю, одни знакомые недавно улетели в Сербию. Так что, улететь-то улететь. Ребята, вот проблема, знаете, какая? Очень тяжело назад вернуться. Сорок тысяч австралийцев за пределами Австралии. Потому что люди покупают билеты, платят. А в итоге самолёты перестают летать. И всё, люди застряли. Сорок тысяч не могут выехать. Слушайте, ну и чё мне? Ну куда я запёрлась? Да и тить, мать! Ой, прости меня грешную. Извините, что я ругаюсь. Я серьёзно говорю. Чё-то я этот... Это мне теперь придётся опять идти на ту сторону моста, ребят. Прогулялись со мной, дорогие мои зрители. Прогулялись маленько. Вот заблудилась я. Куда мне сейчас? Сюда или там машины едут? Куда мне идти-то? Там уточки плавают. Вон мужики с удочками. А сколько устриц! О, мама дорогая! Мама дорогая! Сейчас я туда прыгну. Ребята, я сейчас туда прыгну. Но это всё устрица. Их тут тонна. Реально тонны устриц. Но я вам хочу сказать. Ни рыбу, по идее, отсюда. Никаких устриц есть нельзя. Несколько лет назад какая тут была беда. Значит, каким-то средством мыли самолёты. И вот эта вот вся ядовитая вода стекала в Ботанибэй. И отравила всё тут. Господи. Так, я сейчас не в телефон смотрю, а на дорогу. Иначе тут ноги можно сломать. И в воду провалиться. А утки летят. А утки летят. Высоко-высоко. Я им помошу рукой. Ну, куда вот я закорячилась? Прости. Меня грешно. В общем, заблудилась я в трёх ёлках. Как мне возвращаться? Слушайте. А, так, всё понятно. Нашла. Нашла я дорогу. Вот тут люди протоптали. Протоптали. На мостик я сюда и пойду. Дорогие мои зрители. Вот такая получилась у меня. Получился поход. Выгулила. Я вас немножко... Ой. Выгулила. Подышали свежим воздухом Австралии. Ну, а я полезла на эту гору. И потопала домой. Ребятушки, дорогие мои. Я вам всем желаю огромного здоровья. Себе желаю, чтобы поскорей вот эта вот вся хреномантия закончилась. И я хочу в этой жизни ещё приехать в Алма-Ату. Пока, мои дорогие. Пока. Ещё не всё. У меня распрощалась. Смотрите, что я увидела. Значит, в пять утра вот эти ворота открываются, закрываются в девять часов. Вот здесь. И если вы вдруг прощёлкали, чтобы написано, чтобы вас освободили, 50 долларов штрафа. И здесь всё в устрицах. Знаете, что мне в голову пришло? Как это выражение? В виде тока до зубней мёд. Так получается. А в магазин идти за двенадцать штук, да, Зан, ну, где-то 20 баксов стоит. А здесь, ну, вот только протяни ручонку. А нельзя. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...